Здравствуйте дамы, здравствуйте господа, с вами Ультрест, Блю Архив и сегодняшней темой видео будет обзор данной игры. Обзор в данном контексте используется как мнение, а не как разбор механик и вот что-то подобное. Хочу высказать свой окончательный бесповоротный вердикт о данной игре, основанный конечно же на моих личных суждениях. Многие из нас ждали данную игру, хотели её посмотреть, что она из себя представляет. Всё-таки издатели, обращу внимание, кто-то тут говорит в интернете разработчики, нифига подобного, издатели данной игры Йо Стары, компания которая издаёт, также Азур Лейн и Арк Найтс. Ну и ещё насколько я помню есть какая-то игра про Маджонг по-моему, но она имеет ценность наверное только для фанатов данной игры и мы её рассматривать не будем. И у людей как правило появилось такое мнение, что если что-то издаёт Йо Стар, как минимум оно не будет дрянью, оно будет хорошей игрой. Именно поэтому лично я ждал Блю Архив, потому что надеялся, что вот скоро он выйдет, посмотрим ребята, заценим чё же на судьбу и чё же на судьбу получится. Что ж по итогу вышло? Издатели только половина дела, ребята. Разработчики вообще-то не менее, а иногда и более важны, в зависимости от того, какие у них там договорённость, какие у них там правовые отношения. Разработчиком Блю Архива является компания NatGames. Для того, чтобы понять, что из себя представляет данный разработчик, нужно окунуться в его историю. Если вкратце, данная компания сделала игру V4. Корейская обычная MMORPG гринделка для мобильных устройств и ПК. И также хит. Это нет, не в смысле, что игра хитовая, в смысле она называется Heroes of Incredible Tales. И как бы всё, V4 она сделала в 2020 году, прям посреди лета, а соответственно хит они сделали в 2015 года. И обе игры были встречены, ну не то чтобы прям холодно, но не сказать, что особо тепло. Смотря на стримы разработчиков, мне казалось, ну может быть, может быть хоть там что-то интересное покажут. Но по большому счёту, то что я видел напоминало мне просто что-то типа XCOM. Мне казалось тогда, я не знал как там механика работать, ничего не было понятно, было со стримов разработчиков понятно, что тянки бегают вперёд, что-то там делают. Но я предположить не мог то, что окажется далее, ребята. Когда игра вышла, нас поставили перед фактом. То, как персонажи бегают вперёд, что они делают, всё это от нас вообще не зависит. То есть они тупо всегда бегут вперёд. Всё, как говорится, смиритесь с этим. Всё вот эти вот укрытия, разрушаемость окружения, всё вот это вот. То, что мы видим на экране, всё это уже заскриптовано, всё это будет заранее. Даже если ты играешь не на автобое, от тебя будет зависеть только прожимание скиллов. У каждой тянки есть скиллы, есть своя роль. И получается, нужно прожимать скиллы. Какой-то там монокост есть типа этого, как в каком-нибудь Хардстоуне. И ты разыграешь её скилл, она что-то делает и бежит дальше. Всё, ребята. Никакие там тактические хитрости, какие-то уловки и прочее, прочее, прочее ничего нету. По факту, в 2D, ну, большем 2D составляющем, например, есть то же самое Princess Connect. И мы о ней не раз поговорим в данном видео. Который тоже там персонаж бежит, ну, вперёд получается, да. Они там дальше, карты меняются там в одном сражении, да. Не всё. То есть, с поправкой на 3D, 2D мы имеем то же самое. Я не знаю, чем разработчики решили нас удивить, показав нам по факту Princess Connect в 3D. Потому что, ну, это не 2000-й же год, чтобы кого-то удивить в 3D в конце концов и не конец 90-х. Насчёт музыкального сопровождения в данной игре. Музыка, она, конечно же, есть. Она не мешает, не напрягает. Не сказать, что она сильно особенно помогает, но, тем менее, она и не вызывает каких-то жёстких, отрицательных эмоций. Можно сказать, как что-то типа, знаете, музыки в каком-нибудь там лифте. Вот, в лифте в каком-нибудь дорогом там заведении. Вот вы едете, и там какая-то играет музыка. Или как в торговом центре. Вот, что-то в этом роде. Сказать, что я там скачаю эту музыку, буду потом телефонию, слушатель, типа того. Нет, ребята, сорян, нет. Касательно чарди за персонажей. Они сделаны только для того, чтобы порадовать ваши какие-то фетиши, фантазии, наклонности только для этого. Может быть, это изменится, когда будет глобальный релиз, и мы сможем понять персонажей гораздо лучше. Прочитать там текст какой-нибудь, ещё что-то в том роде. Не знаю, но в данный момент смотрится именно так. Есть там какой-то определённый квот, вот здесь мы должны столько отсыпать сундерек, столько ара-ара тянок, столько-столько вот этих каких-нибудь ещё других тянок. И вот мы должны определённых каких-нибудь томбоек каких-нибудь напихать. И мы всё это должны, мелких там тоже персонажей обязательно должны быть, кошка-девочки какими-то с ушками такими придуманными. И вот всё это мы должны обязательно впихнуть. У нас какие-то квоты, разделения. Пожалуйста, давайте их сделаем. Ребята, ну так дела не делаются. Мне такое не нравится. То есть, в этом нет какого-то элемента искусства, в этом есть элемент какого-то просто попытки почесать чьи-то фетиши, чтобы обратить на себя больше внимания. Ну, конечно же, даже есть ужасная крипованная тянка Цуруги, да, она, ну, да, она прикольная, чё что скажешь, она прикольная. Но это потому, что мне нравится такой типаж, окей, то есть, кому-то, может быть, такое не понравится, кому-то понравится вот другое. Опять-таки, видите, просто ловушка, попытка поймать, так сказать, наживца. Да, не очень, ребята, это напомнило какой-то, знаете, бой с бенда, где там обязательно должен быть там крутой парень, чувственный парень, там ещё какой-нибудь парень, какой-нибудь там такой жёсткий такой качок какой-нибудь. И вот все там должны обязательно быть, и чтобы, ну, больше охвата аудитории было. Вот здесь примерно то же самое, непорядок. Касательно гачи, гарант здесь 300 круток, пожалуйста, не смейтесь, это действительно ужасно. И шанс на выпадение Турезвёздочного здесь 2,5%. Да, это жестоко, это очень жестоко, это ужасно. Вначале за предрегистрацию нам отсыпают ресурсов, так что, если хотите вкатиться в игру, может быть, имеет сейчас смысл начать играть, потому что скоро награды за предрегистрацию давать уже больше не будут. Но смысл в том, что мне это немножко как-то напрягло. Также здесь говорят, есть какие-то сложности с реролингом, то есть, так просто создать, выйти, создать, выйти не получится, то есть, тут придётся больше возиться с почтой. Люди, конечно, нашли способ обходить это, но, тем не менее, для простого человека, так с нуля, это будет смотреться довольно большой проблемой. Так что гача жесткая, нужно обращать на это внимание. Помимо ещё этого, есть у тянок такие показатели, как удовольствие от локации, наверное, так это можно назвать. На каких-то локациях они сражаются с радостью, сражаются лучше, на каких-то локациях они тебе говорят, fuck you. Вот как-то вот так, три вида локации, три вида настроения. И ещё есть три типа вооружения, взрывные, бронебойные и ещё какие-то, извините, ребята, японский язык, сами понимаете. Нужно, а не работа по типу каменного бумага, нужно как-то более-менее на них обращать внимание, чтобы нормально проходить локации. Вроде бы по формально-техническим моментам я всё разъяснил. Далее, что мы видим. На этом сходства с Princess Connect не заканчиваются. Также с Princess Connect, похоже, механика левелов. То есть, вам нужно качать левел и ваш максимальный, ну, ваш левел аккаунт, он как бы есть кап вашего максимального левела тянок. То есть, если вы 10-го левела аккаунта, вы 10-й левел можете капнуть. Если вы 20-го левела, можете до 20-го их докачать. За счёт карчик опыта, но хотя бы не нужно как в Азурлене формить их вручную, на этом большое спасибо. Насколько я понял, в игре будут какие-то рейды, по крайней мере, не совсем понятно. Есть PvP, пожалуйста, пользуйтесь, наслаждайтесь. Сюжет. Вы являетесь сенсеем, а соответственно, ваши подопечные, это ученики, которые ходят с огнестрельным оружием и стреляют в других учеников с огнестрельным оружием на улицах вашего города. Да, звучит как настоящее безумие. Ну и иногда появляются какие-то жуткие чупакабры. Да, это натуральное, настоящее безумие. Я не знаю, кто мог до такого додуматься, до такого сюжета. То есть, доктор в конце света, когда все заражённые. Шикикан, который там кораблетянками управляет. И сенсей, который управляет малолетними бандитами. Что? Ну это жесть какая-то, ребята, не знаю. Но, как минимум, концепт, да, такой. По сути, это можно было бы назвать таким большим жёстким референсом в отношении Girls Frontline. Потому что это Girls Frontline, да, как бы пушка девки, можно в конце концов назвать. Но там это больше бэкграунд какой-то у них есть, больше такая серьёзность. То есть, ты понимаешь, что тянка с автоматом, это тянка с автоматом, как бы это она есть олицетворение этого автомата. Это хуманизированное оружие, это прикольно. А в свою очередь здесь, это просто малолетний школьник, который взял в руки автомат. Ну, типа, окей, хорошо. А я сенсей, окей, хорошо. В этом с ним переписываться, там с ним надо как-то флиртовать. Но в рамках, конечно же, законности, чтобы с нами ничего плохого не сделали. И всё. И вот этим мы примерно занимаемся. По сути, игра очень сильно, как я говорю, похожа на Princess Connect в 3D. Но без сочных, первоклассных, шикарнейших изображений, которые были в... Ну, вот этого видеоряда анимешного, который был в Princess Connect, который даже потом просто вытащили из игры и сделали из-за него аниме, там, дорисовав какие-то моменты. Тут такого нету, ребят. А тут, к сожалению, просто вот выходите туда-сюда и всё. Тянки за вас стреляют. Можете включить автобой. Они вообще всё за вас будут делать, даже скиллы прожимать. Интереса. Геймплей как не вызывал во время стрима разработчиков. Но я тогда думал, ну, может быть, как-то вот, может, не просто автобой включили или ещё чего. Так он не вызывает интереса и сейчас. Всё смотрится предельно блекло и пресно. Игра, на мой взгляд, не отвечает на главный вопрос. Нафига я нужна? Зачем я нужна? Что меня отличает от остальных игр подобных? Вот что меня отличает? Что меня делать лучше, чем подобные игры? Что у меня такое есть? У игры нету плюархива ответа на этот вопрос. Просто тупо банально нету. Она не знает, что ответить на данный вопрос. Чутка вытащили у Girls Frontline, чутка вытащили у Preconnect'а. И в конце концов получили, ну, я не знаю, может быть, выход на глобальный релиз. Там английский текст, может быть, сюжет английский. Как-то нас заинтересует, как-то там что-то интересное, прикольное покажут. Не знаю. Но мне кажется, часть вещей должны даваться как бы более интуитивно. Как вот в некоторых проектах ты запускаешь их на, ну, непонятном совершенно для тебя языке. И ты все равно можешь как-то вот хотя бы покрасательно окунуться. Ты понимаешь, что как-то вот что-то происходит интересное. Как, например, тот же самый Crusher Awakening. Но здесь этого просто, на мой взгляд, банально нету. Ребята, может быть, я что-то, конечно, не понял. Может быть, я что-то не прочувствовал. Я не знаю. Но лично у меня такое мнение сложилось по данной игре. Мне очень жаль, но на мой взгляд, мое частно оценочное осуждение, в этот раз Йостар выпустили под своим крылом лажу. Хотя на Японии, как я понял, она имеет сейчас в данный момент довольно большой и значительный рост. Людям понравилось, люди интересуются. Но вот что останется после этого оверхайпа, который, понятное дело, создали Йостары. Именно большинство все-таки тех, кто пришли смотреть на данную игру, это все-таки фанаты Йостаров, а не какого-нибудь там Herois of Incredible Styles или типа V4. И да, я не упомянул очень важную вещь, к которой очень болезненно многие люди отнеслись. Вылеты. Да, у игры есть проблемы с оптимизацией. У многих людей, кто писал мне, говорят, что у них все нормально. Все запустилось, работает. У меня же, в свою очередь, на эмуляторе вылетало постоянно. Можете сказать, ну чувак, у тебя вылетало на эмуляторе, так не играй с телефона. Попробуй с телефона, может с телефона все будет нормально. А нифига подобного. С телефона тоже не будет. Ничего хорошего. У многих людей в телефоне тоже все вылетает, постоянно не работает. Но я все-таки не стал относиться к каким-то большим проблемам. Конечно, фигово, что они выкатили релизом в таком техническом состоянии, не оптимизированный. Но мне кажется, они все-таки эту техническую проблему не допилят. А вот проблемы, о которых я озвучил, вторичность игры, отсутствие каких-то новых веяний и идей, просто отсутствие чего-то уникального, какой-то отличительной особенности или просто добротное исполнение этих самых устоявшихся трендов. Вот это уже действительно сильно меня смущает. И именно вторичность игры, она останется с нами навсегда. И через год, и через два, и через три. Потому что, ну так уж устроен этот мир. Баги убрать можно. Вторичность концепта нет. Вот такие вот у меня мысли по поводу данной игры навалились. Извините, если сумбурно как-то. Пишите, пожалуйста, свое мнение по данной игре. А я постарался закрыть опрос по поводу японского релиза Блю Архива. Ждать или нет глобального релиза решать только вам. Я особо ждать не буду. Вступайте в Дискорд, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Всего хорошего, удачи, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!